Значит, я с очень известным критиком был приглашен в университет Нью-Йорк. В самом центре, замечательно. Пришло детей американских, чёрных, жёлтых, ну весь был набит этот зал. И вот это только было начало перестройки. И мой критик, очень талантливый, владеющий речью красноречиво, с метафорами, так ненавидел эту страну, из которой он приехал. Он говорил о пропастье, о несчастьях, о язвах. И я смотрю, а дети затихают, затихают, а он не видит, не слышит, потому что он такой эйфорией ненависти, что он рад, что у него льётся, понимаешь, этот текст. И переводчица Сюзи мне говорит, вам нужно лечь на рельсы. Я говорю, Сюзи, где тут рельсы? Она говорит, вот перед детьми на краю сцены. Если вы этого не сделаете, сейчас будет дичайший скандал. Они не понимают, что такое не любить свою родину. Я говорю, Сюзи, она говорит, я его сейчас оборву, вы немедленно вставайте. Вот как будто не было этого, что он говорил, я не переведу последнее слово, вы сразу вставайте, я умоляю вас. У неё слёзы были на глазах. Я, конечно, встал. Короче, я им рассказывал, как, что со мной они вытворяли, как закрывали театры, закрывали спектакли, как умирали артисты, которые не выдерживали того, что их лишили чего-то самого дорогого в жизни. Но я попытался так рассказать. А когда я рассказывал, вот сейчас быстро расскажу, потому что это связано с Киевом было, когда местный министр культуры, который уже не знал, что со мной делать, если я скажу, я умру. Не хочу даже вспоминать. Значит, вот цей министр культуры, он собрал свою коллегию, значит, жара на Крещатике, значит, в чёрных костюмах, все вот такие страшные рубашки нехорошие, китайские. Ну ужас, ужас просто. А милейшие здесь ребята, диссиденты, с которыми я дружил, они меня научили. Они мне дали, значит, красным карандашом подчеркнули в книжке Ленина одни цитаты, в книжке Энгельса вторые цитаты, Маркса четыре, чтобы я знал, где на любые, потому что я здесь был обвинен в том, что я русифицирую, понимаете, сознательно, как будто я приехал, значит, как засланник, не знаю откуда, украинскую культуру. С другой стороны, я был националист, поэтому я уже не знал, как мне вот это ощутить, кем я должен быть в какую-то секунду. Ну, короче, у меня были все готовы к цитату. И они со мной, теперь драматургии слушай пьесы мои, они со мной на плохой украинской мове. А я по-русски, поскольку я знаю, что я русифицирую. И я, вот знаешь, я так умею еще разговаривать, как должны говорить наши москвичи, понимаете, такая преувеличенная русская речь, для них это просто, знаете, такой жупан червоный, значит. И я что-то отвечаю, вот так по-русски говорю на кэй украинской, русской. Значит, я их вывел. И тогда этот самый министр перешел на русскую мову и говорит, «Ну так вот!» И перешел на «ты». А такой длинный стол. Тут они все сидят, лица невозможные, червони с припою, наверное. И он говорит, «Ну так вот!» Дай в твоих три креда. Вот тут-то мой звездный час. А у меня в папочке мой Ленин, мой Маркс, мой Энгельс. Три креда. Он сказал, три креда. У меня все подходит. Но, понимаешь, я противный человек. Значит, первое, я говорю ленинскую цитату. Второе, в голове крутится сказать «Энгельса Маркса, Энгельса Маркса». Думаю, а, бляха, ни того, ни того не знаю. Говори, что первое лежит. Энгельсона говорил. И третье, говорю свое. То, чего я не должен был делать. Пауза. Вдруг они начинают такой рейд. О-хо-хо-хо. И остановиться не волну. О-хо-хо-хо-хо. А я молчу, что у меня со мной три вождя мирового пролетариата. И он говорит, «Ну так вот!» Первое, антисоветчина. Второе, открытый буржуазный национализм. Третье, одно из этих пунктов нам подходит. Это было как раз важно. Ты слушай дальше. Я, значит, так крылья у меня выросли на глазах. Я с улыбкой говорю, «Боже мой!» Теперь я перешел на украинскую мову. Я говорю, «Яке счастье!» Вы знаете, я такой радый, что я вам так конкретно и чітко сформулювал свои кредо. Я говорю, «Вы знаете, тільки мені так жаль!» Тишина. Я говорю, «Знаете, перший кредо – это Ленин, это не я!» Я говорю, «Бачите, вот книжечка, вот червоним олевцем я собі підкреслив. Я, навіть, бачите, на память сказав всю цитату. Они решили, что я сумасшедший». Я показал. Говорю, «Другой, это еще один классик марксизм, лінінізм, откриваю, покажу». А не видя, что еще третя в мене лежит. Я нарочно вот так беру оцього Маркса, вот так перекладаю, чтобы была видна, ну, понимаешь, монологи внутрі. Переклав Маркса, говорю, а третя – я. Так что, бачите, у вас нема зиткнень з двома марксистами, а зі мною є. Стою. И один из них, вот я скажу, помилю Гурский, он был начальником отдела театра. Какой здоровый мужчина, а я таке худенький, з очима, знаешь, такой свет в глазах. Він каже, «Знаешь, что с тобою треба зробити? Я перехожу на русский». Я говорю, что? Вот это его уже, знаете, наверное, самый лучший. Он так показал. И показал, ко мне раздавил. Проходят годы, уже сюда приезжает Михаил Александрович. После этого случая я сюда не приезжал никогда. Гулянов. Приехал Михаил Александрович сюда и рассказывал, что… А я тогда только поставил на Петрушевскую уроки музыки, когда был фурор, Эфрос написал, что это за последние 25 лет был лучший спец. Это был первый прорыв в СССР. И он тут такое уже рассказывал на собрании интеллигенции, что уважаемая Ирочка Молостова, которая была тогда… Покойная, к сожалению. Да, которая была главным режиссером театра «Веселукареньки», хотела, потому что они должны были ехать в Москву, чтобы я поставил спектакль. Я сказал, Иронька, конечно, я приехал сюда. И первый же день я сказал, только простите, я зайду в дом актера, потому что там умерла Зоя Дерябина, там был потрясающий человек, который занимался детскими театрами. Она меня, ну, лелеяла, спасала, оберегала. Я говорю, я должен зайти, узнать, где ее могилка. Я пришел, значит, открываются двери, одни, вторые. Я говорю, где Зоя похоронена? Я говорю, где Дерябина? Одни мимики у работниц дома актера. Я иду дальше, открываются двери, и выходит мой, я не знал, что он там работает, уже понезило его. Вот цей здоровый дядька, такие зевые, мордатые, он теперь директор был. Дома актера. Дома актера. И он ко мне, с ним свита опять, романы. А я нехороший. Я говорю, так мы же с вами знакомы. Он говорит, это моя мечта всей жизни, с вами познакомиться. Мой любимый режиссер, значит, он так хочет меня обнять. Я говорю, а что же вы забыли? Я говорю, когда вот так пальцем вот зарубил, и он тоже начинает так хохотать. И вот это время прошло, а рэггет остался тот оттуда автоматически. Знаешь, из них уже это выйти не могло. Короче, я вот это рассказываю. Может быть, чуть лучше рассказывал, чем сейчас. Дети хохотали, я еще в лицами им все показывал. Они же не понимают, что такой может быть начальник с таким обличчем, зверячим. Короче, рэгет страшный. Они аплодируют, кричат мне. Я рассказываю следующее. Вот это мои рельсы, как Раймонда Диен. Я, значит, лег, помнишь, который спасал, а не знаю, от кого оружие везли, куда? Не знаю. Она червоную тряпку дала, лягла, и поезд остановился. Короче, вой аплодисментов. И я заканчиваю. Говорю, а вот теперь я возвращаюсь к твоему вопросу. Я говорю, задайте мне вопрос. Вот если бы вернулось то время, в котором было вот так, как я вам все рассказал, что бы я сделал? Значит, им перевели. Они на все лады мне кричат, я их языка не знаю, никогда не выучил. Мне выкрикивают этот вопрос. Я говорю, а теперь тишина. И говорю, что вот если бы не было вот того, вот меня бы не было таким, каким я перед вами сейчас. Значит, должен тебе сказать, в конверте после этой встречи мне дали гроши, а моему театру еду ничего не дали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok